эфир идет коллеги приветствую я александр молчанов и каждый кто сделает репост этого выпуска в своих соц сетях получить сегодня подарок от вселенной видите ли вы меня слышите ли вы меня другие слышите ли вы меня видите ли вы меня есть ли у нас эфира если у нас с вами эфир до видно и слышно отлично друзья значит помимо в.п. набор на который мы закончим видимо завтра у нас еще идет набор в мастерскую на онлайн-курс сценарий полнометражного фильма и там осталось на настоящий момент 5 мест так что если кому-то это еще из присутствующих здесь интересно то можно там пройти по ссылке найдете уже ссылку где потому что здесь ссылка тут только на в.п. так народ подключает подключается потихонечку да отлично в принципе мы уже мы уже набрали нужное нам количество участников на в.п. хочу рассказать вам одну историю эру тебя звонит телефон у меня настолько чувствительный микрофон вот этот новый что вся все что происходит в квартире до огромная квартира 110 квадратных метров и когда ребенок там чего-нибудь пищит или что-нибудь ломает надо на другой на другой стороне квартиры это все слышно слышно в эфире или если кто-то в другой комнате по телефону разговаривать так что это довольно весело да так вот друзья когда я был маленький когда мне было 14 лет я услышал о том что вот есть дескать у группы beatles о том о существовании этой группы я уже знал но слышал там всего несколько их песен каких-то вот узнал что у них есть такой альбом и что есть такой фильм yellow submarine желтая подводная лодка и это на меня произвело такое сильное впечатление и то что я не слышал этот альбом и не видел этот фильм она на самом деле парадоксальным образом действовал еще сильнее потому что ты начинаешь додумывать да и сам по себе этот альбом потом через много лет когда я услышал и фильм не произвели конечно уже такого впечатления и вот тогда когда мне было 14 лет у меня была карта большая такая карта мира огромная роза за всю стену вот и она я ее повесил у себя над кроватью в своей комнате и я придумывал у меня было такое воображаемое путешествие на подводной лодке называлась она как я сейчас помню пионер z5 не помню почему z типа это вот какая-то была та самая классификация 5 это было водоизмещение 5000 тонн а вот а пионер это первый тут все все понятно вот напомню что это такой глубокий советский союз в то время в то время был вот и я поэты как сейчас помню да я чертил вот эту линию маршрута через северный ледовитый океан потом через южные моря да то есть такой маршрут был два раза вокруг света через все моря и океаны вот и путешествие было каждый день на одном море и каждый день я писал я вел бортовой журнал я записывал свои какие-то мысли свои впечатления да то есть я воображал о том вот как мы входим в это море на вот что мы здесь видим на этой подводной лодке до каких какие растения какие водоросли и каких животных каких рыб и так далее так далее вот я все это дело описывал и это была одна из самых одно из таких сильных достаточно впечатлений такого моего позднего детства которое произвело большое достаточно действие и на всю мою последующую жизнь и вот то что мы будем делать сейчас с вами да это будет такое путешествие на этой подводной лодке неудивительно что то есть вот я объясняю верни почему когда я приветствую людей пришедших в нашу мастерскую я всегда приветствую одинаково добро пожаловать на борт тех кто приходит возвращается я говорю добро пожаловать домой вот наш борт да наша наша подводная лодка отправится послезавтра и мы на месяц уйдем в автономное плавание уйдем под воду вот и некоторые из вас останутся с нами и уйдут под воду да а некоторые останутся снаружи так кто-то у нас тут какой-то пришел в безумный человек сейчас дайте ка я уберу забаню вот и соответственно вот мы уходим в автономку при этом я не не буду заниматься какими-то манипуляциями каким-то давлением да то есть у меня нет задачи чтобы вообще все непременно там непременно с нами были на борту да мне хочется чтобы со мной на борту были те люди с которыми и мне будет интересно и приятно провести провести этот месяц но важно да и я на самом деле я на прошлом занятии так немножечко поддавливал да у меня задача была именно толкнуть тех у кого это вызовет негативную реакцию да и я говорил что я как бы окей с этим я сейчас считаю что достаточно оттолкнул и надеюсь что все те люди которых нам не надо их там и не будет а вот кто остался тот останется с нами кто уйдет тот уйдет но важно вот что друзья мои да я говорил что в моей картине мира вы все должны перейти на vp и мы с вами месяц будем закрытом режиме работать но и я хочу чтобы вы понимали что я не буду чморить тех кто не купил vp да и я не буду вас обесценивать я не буду вас обижать оскорблять вы для меня абсолютно такие же равноправные участники года денег и это ваш выбор и я этот выбор уважаю и для вас для тех кто не купил vp для вас будет отдельное задание на этот месяц и я попрошу вас в конце урока я его обозначу да я попрошу вас отнестись к нему со всей серьезностью и мы с вами через месяц будем говорить о результатах выполнения этого задания вместе со всеми теперь я обозначил этот урок как два главных условия продаж я много думал на эту тему и много анализировал она не очень большая не очень сложно я надеюсь что я ее смогу достаточно быстро и компактно изложить вам помните мы с вами говорили как-то о том что мы с вами все что-то продаем да то есть как только мы становимся участниками общества да мы включаемся товара денежные отношения и мы начинаем что-то покупать и мы начинаем что-то продавать давайте мы напомним мы с вами уже об этом говорили вы писали в чате давайте еще раз напишите пожалуйста в чате что продаете вы кто-то продает услуги кто-то продает свое рабочее время да кто-то продает свою молодость и красоту кто-то продает энергию кто-то продает контент кто-то продает товар да то есть мы все да если посмотреть с точки зрения вот этих именно товара денежных отношений да мы все что-то продаем это не значит что это полностью исчерпывает нашу жизнь да это очень важно потому что помимо того что мы продаем мы еще много чего делаем другого до перерабатываем кислород углекислый газ например или как говорил пелевин превращаем солнечный свет в народное страдание так товар знание энергию результаты да вот очень хорошо кстати вот я хотел отдельно сказать результаты моих клиентов да это это очень это очень не глупый комментарий очень умные очень точно я продаю результаты своих клиентов это прям молодец ресурсную музыку до товар и услуги ну то есть товар да то есть если вы уроки музыки это услуги до ресурсная музыка это товар энергию я продаю мужу еще раз ребят это нормально и это ну вполне почтенная история да то есть если вы находитесь в некоем партнерстве в котором ваша задача обеспечивать свою часть этого партнерства да и это естественно не 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 значит что надо это обесценивать и говорить что я там не знаю содержанка или еще что-то да вот это вообще вообще здесь ни при чем это так наша задача сейчас именно понять вот эти взаимоотношения с людьми которые нас окружают дальше вот теперь давайте я попробую вам сформулировать вопрос вы ребята умные очень и на насмотренные начитанные и мне интересно сможете ли вы сказать о чем идет речь просто мне я хочу чтобы вы подумали что является главным условием продаж в любой нише она не одно естественно это не единственное условие но как вы думаете что является главным условием продаж без чего продаж не происходит в любой ниши есть правильный ответ сразу скажу что есть правильный ответ да то есть все ответы будут правильные до без название цены до естественно до без за рекламы и так это все правильные ответы да но есть есть более правильный ответ который включает все остальное фундаментальный ответ сейчас мы попробуем этот этот ответ вместе с вами нащупать и там есть как как всегда да там есть кое-какая такая на самом деле манипуляция заложенная которая скрывает суть дела нагнал я вам сегодня тумана надеюсь что сейчас мы разберемся так рабочий узнаваемость доверие продукт не обязательно кстати вот у церкви нет продукта до продукта нет продукт церкви это ее маркетинг но тем не менее она весьма успешно как бизнес некая потребность боль наличие денег тоже не обязательно смотрите потребность можно создать опять же за счет маркетинга можно создать потребность у человека скажем вот вы коуч да у людей 50 лет назад не было потребности в коучинге то есть она может быть и было да но они ее не осознавали появилось предложение появился и спрос появилась и появилась и потребность так владислав наличие денег у покупателей тоже не обязательно можно продажу в кредит сделать так потребность концепция вин-вин покупатель доверие спрос все это доверие спрос покупатель все это можно создать без клиента вот шикарно классный ответ это прям да ну действительно до минимально нам нужно должен быть продавец должен быть клиент должен быть до товара может не быть денег может не быть не должен быть продавец должен быть клиент хороший хорошая тема изменение состояния желание улучшения полезность товара желание счастья эмоции когда есть что обменять аудитория клиенты хорошо вот смотрите мне кажется тоже возможно я ошибаюсь но опять же я же имею право тоже свое мнение высказать да и высказать некую гипотезу я предполагаю что главное условие продаж да то есть в результате чего человек получает возможность продавать это покупка да то есть не может продавать человек который не покупает да то есть если человек не покупает да то есть если он только продает а ничего не покупает да он у него происходит до накопление вот того что он за счет чего он покупает до условно говоря накопление денег до от деньги он не тратит то есть он должен тратить деньги и покупать другие товары да то есть он должен превратиться как у пелевина опять же да он вспомнил вспомнился мне да он должен стать такой бусинкой на ниточке через рот принимает да этот самый выдает и вот если ты не выдаешь ты не можешь принимать и соответственно если ты не принимаешь ты не можешь выдавать нет потока то есть если вы коуч и вы продаете коучинг вы ним вы конечно можете продавать коучинг если вы не покупаете коучинг можете но очень быстро ваши продажи очень быстро иссякнут очень быстро и я знаю огромное количество людей которые в том числе там инфобизнесом занимаются до которые я и так все знаю я ничего не покупаю мне учиться ничего не ничему не надо я буду учиться потом почему-то эти люди бегают и жалуются что у них никто ничего не покупает поэтому давайте я сейчас задам вам вопрос сейчас я кто из вас снова снова мы к ввп вернемся давайте так вот я задам вопрос тем кто купил в.п. я не буду проводить перекличку да кто купил а кто не купил ну-ка идите купите нет вот к тем кто купил вспомните момент когда вы его покупали и попробуйте прочувствовать и отрефлексировать и понять что повлияло на ваше решение о покупке даже если это покажется ну может быть глупым да не знаю голос повлиял или еще что то то есть не бойтесь не бойтесь здесь здесь важнее именно до докопаться до самого момента принятия решения нежели как-то объяснить рационализировать ваше решение а именно понять что именно повлияло не буду вам подсказывать что стало причиной вашей покупки сейчас про тех кто не купил сейчас отдельно отдельно скажу до движение денег природе совершенно верно вот она пишет в свое время работала с рекламными агентами когда к ним заходил какой-нибудь корабельник продающий всякую чушь то больше всего покупали у него именно самые успешные агенты у кого у самих были самые успешные продажи это очень точно очень круто я тоже в таких случаях всегда покупаю у меня кстати говоря у меня были были случаи когда я в начале в самом своей своей инфобизнесовой карьеры я какие-то курсы тоже там на складчина где-то там качал вот я потом нашел все эти курсы всех этих людей которые я качал и купил их заплатил деньги это сотни тысяч рублей были всем со всеми рассчитался да вот наталья пишет хочу оплатить не проходит оплату видимо в.п.да у меня я вам говорил у меня старте стратегия sales resistance мне все равно купите вы или нет но это если хотите то найдете кого-то с русской карты и оплатите не хотите ну значит не найдете меня это совершенно не ник ник никоим образом не взволнует так желание больше получить чем на бесплатных вебинарах так наличие результата уже на бесплатной части так слишком много бесплатного контента у вас получила пора платить так предвкушение чего-то очень интересного так вера в занятия быть в потоке курса желание заплатить от благодарить чтобы был обмен месяц без дяди саши и в.п. это как-то стрёмно я с вами с практической магии в том числе в том году не смогла зайти на в.п. в этом году не пропустила и была огромная радость от этого принадлежность к избранным особым так у меня была плановая покупка решил не оставаться один так не хочу расставаться много получаю на бесплатных вебинарах много получаю на бесплатных вебинарах хочу получить и узнать больше на платных так на мою покупку в.п. повлиял бесплатный конце контент ваш александр его глобальность очень хорошо спасибо мне мне все это приятно все что вы говорите но мне важно именно чтобы вы опять же вот для себя поняли потому что это важно для вас понять на что среагировали вы когда вы совершили покупку так желание опоры вот кстати сейчас вот извините я может может прозвучать вот то что наталья написала до который не может оплатить да может было прозвучать что я немножко до обесцениваю как бы ваши усилия да и вроде как веду себя как но не клиента ориентированный вы знаете когда я покупал коучинку парабеллума первую платиновую группу за 100 тысяч рублей я у него тоже была вот эта стратегия sales resistance до его можно было оплатить только через какой-то там какой-то левой ногой через правое ухо еще тогда это там 14 год еще там карточки работали через раз до через какие-то рбк платежи по 10 ок там оказалось ограничение в 10 тысяч рублей и я там эти 100 тысяч по 10 тысяч переводил там долго и упорно на вот поэтому но она оплатил ничего нашел способ оплатить попал попал в плотину вот поэтому то же самое так прошлый так решил идти надо идти бросить легко если могу делаю интересно обмен прошлый опыт прохождения в п радость от того что сейчас смогла его спокойно купить повторить опыт опыт прошлого года в прошлом году деньги вернулись из ниоткуда на второй неделе так хочу реальных изменений платным курсом в игры выразить благодарность мастеру так решился когда вы сказали что реклама от людей которые ничего не покупают бесполезно слушал записи в начале дня думал слиться с курса вообще но в итоге купил в п так я вижу результат хочу еще круче результаты так планирую купить завтра продолбала куплены в прошлом году вот так правило последние два месяца бежевый уровень в том числе чтобы успеть вписаться в п так ты оплатила чтобы идти дальше большой бесплатный пул информации желание получить пендель перейти к более активным действиям хотела оплатить давно хотела оплатить этот тренинг думаю что это поможет сделать финансовый прорыв так поняла что мне очень надо на vp и так далее так далее так а моя работа вышла финал шляпного курса конкурса в мельбурне это было с практической магией ставишь цель достигаешь результат теперь друзья вопрос скажите пожалуйста вот то на что среагировали вы покупая vp я вам закину эту мысль возможно не вы не будете готовы сразу сейчас дать ответ или как-то применить вот я попрошу вас уйти с этого занятия вот с этой мыслью как вы можете вот эту информацию использовать в своих собственных продажах вот понимание того что вы купили мой тренинг вот из-за того то и того то как вы можете это можете или вы не обязательно можете может быть и не можете может быть другое что-то можете да что из этого вы можете дать своим клиентам для того чтобы они у вас покупали точно так же как вы купили мой vp насколько это занять задание понятно если оно понятно то напишите понятно если что-то не понятно то задайте вопрос я всегда анализирую свои собственные продажи и у меня именно в смысле там денег да у меня все очень хорошо стало переть после того как я купил годовой коучинг у андрея парабеллума за миллион рублей вот как только я этот миллион рублей оплатил ему перевел вот с этого момента я меньше миллиона не зарабатывал ни разу за уже сколько восемь лет ни разу меньше миллиона я не знаю как заработать меньше миллиона тут не пробовал ни разу это сделал а среагировал я очень тоже я прям анализировал и потом я пытался вспомнить а где я это у него услышал вот это на что меня триггернула и потом я нашел конкретно тренинг где это нашел нашел конкретно эту фразу на которую на которую после которой я пошел купил у него коучинг за миллион у него есть замечательный тренинг он есть в сети он бесплатно его тоже распространял он назывался умно бедный 2 у него три умно бедных есть первый второй третий первый и третий так сяк а вот второй гениальный и я его переслушиваю каждый год и на мой взгляд это там одна из одной то есть это это шедевр шедевр тренингового искусства и там есть замечательный момент когда он у его спрашивает кто-то про его учеников и андрей говорит про антона ельницкого я антона знаю очень хорошо и я знаю что на самом деле там ситуация совсем не такая как андрей описывал вот и андрей говорил о том как они разругались в какой-то момент и что когда ельницкий начал работать с андреем он очень быстро стал долларовым миллионером и вот на это я меня триггерну то есть это меня включило до что человек там много лет занимался чем-то занимался маркетингом да но как только он получил от андрея определенные технологии он очень быстро стал долларовым миллионером я не знаю был ли там в какое-то время антон долларовым миллионером может быть и был там все гораздо гораздо все сложнее да но вот тем не менее вот сама это сам вот этот момент до когда человек получает технологию и очень быстро взлетает вертикально там социальном плане взлетает на это меня триггернула на это я среагировал и на это я собственно и включился вот и соответственно да вот случае с мастерской со сценарной да как на что люди 3 реагируют ну вот например у меня учатся люди в мастерской пишут сценарий да и вот мне позавчера написал один из моих учеников и написал что вот три моих выпускника сергей панчин вячеслав назаров и валерия винс да вот они втроем написали сериал и и вот он сейчас вышел когда-то вчера или позавчера вот он вышел на канале россия то есть вот люди отучились мастерской естественно это заняло какое-то время это заняло несколько лет но в результате вот их сериал написаны ими тремя тремя выпускниками мастерской сериал выходит на канале россия естественно люди которые хотят видеть написанные сценарий на экране естественно это их триггерит они на это реагируют так хорошо идем дальше вот такой такие триггеры у меня да я понимаю свои триггеры и я свои триггеры до закладываю в рекламные материалы сценарной мастерской то есть понимая на что реагирую я когда покупаю я понимаю на что будут реагировать люди когда будут покупать у меня до в случае с vp например вот мне я сегодня как раз встречал принимал людей да добро пожаловать им писал в на vp внутри аккаунта да и вот значит ни одна участница пишет что там за время участия год денег доход увеличился там в два-три раза не буду говорить кто поскольку там закрытым этом самом было сказано но она здесь есть в этом чате тут знает хорошо то есть первое главное условие для того чтобы вы покупали для того чтобы вы продавали нужно покупать и и здесь почему сразу же срабатывает больше детектора здесь он действительно срабатывает почему потому что вот это на положение все время используют люди которые продают и все коучи все психологи все бизнес-тренеры они все время говорят об этом о том что для того чтобы продавать вы должны покупать этого недостаточно то есть это это действительно так да но если вот только в такой формулировке использовать это не более чем манипуляция есть огромное количество людей которые покупают 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 как из ружья вот писатели есть такие покупают книжки покупают да уже там дома уже жить негде да все сплошные книжки покупают а сами продать ничего не могут и продолжают что я еще должен купить для того чтобы продать да что я должен съесть для того чтобы похудеть то есть не все люди которые много покупают много продают и вот вторая мысль для того Для того, чтобы вы понимали, почему люди покупают, вы должны не только покупать сами, но и делать то, что мы с вами сейчас сделали. Анализировать ваши покупки. Почему я купил и как мне использовать эти триггеры, которые сработали на моей аудитории. То есть, если они сработали на мне, если я близок, ментально близок к своей аудитории, высока вероятность, что они сработают и на моей аудитории. То есть, не только покупать, но еще анализировать. Вот эта мысль, она очень проста, но она очень важна. Насколько она вам понятна. Так, Слава Назарова знает, да. Слава тысячу раз у меня был и на вебинарах наших, на эфирах. Наличие анализа. Насколько это понятно? Если понятно, напишите понятно. Если что-то непонятно, то задайте вопрос. Окей. Хорошо. Как это работает? Я тоже много думал об этом, пытался понять, как это работает, почему это работает. Во-первых, это карма, грубо говоря. Вы покупаете, у вас покупают. То есть, происходит такое налаживание некоего равновесия в мире и течение энергии ци, течение праны происходит какое-то. Если вы мистически настроены, вполне себе язык описания, вполне себе инструмент для понимания того, что происходит. Дальше. Второе. Вторая причина. Это психология. Покупая, вы разрешаете себе продавать. Потому что очень часто люди пишут, и мои студенты тоже мне иногда пишут, а как так? Вот я стесняюсь отправлять в незнакомую кинокомпанию, незнакомым людям свои сценарии. Ну, это нормальное совершенно смущение продавца перед покупателем. Когда вы покупаете, вы это ограничение убираете. Вы себе разрешаете продавать. То есть, если я покупаю, если я неоднократно покупал дорогие курсы за 100 тысяч, за 200, за 300, и самый дорогой за миллион. Есть люди, которые по 3-5 миллионов покупают курсы. И понятно, что когда я продаю по 70, и мне кто-нибудь говорит, что дорого. Ну, для меня это вообще пустой звук. То есть, я не... Действительно дорого за трехмесячный курс. Тысяча долларов. Я просто посмеиваюсь. Ну, дорого. Для вас дорого. Для меня недорого. Я считаю, что продавая этот курс за этот самый, да, я делаю очень большой дисконт. То есть, у меня нет стеснения, что я дорого продаю. То есть, все это дорого, это все в голове. И вот это покупание, оно убирает эти ограничения в голове. Дешевле и проще, чем психотерапия. То есть, можно пойти в психотерапию и там год убирать эти ограничения. А можно просто купить что-то дорогое. Да, на ту же тему, на которую вы делаете свой товар. Дальше. Вы начинаете видеть конкретные триггеры, на которые люди реагируют. Вот как в случае с этим самым, да, с парабеллумом, да, доведением до результата, да, получаешь технологию, внедряешь ее, получаешь результат. Да, даже если ты ее плохо внедряешь, ты все равно получишь результат. Вне зависимости от того. Талантливый ты, неталантливый. Да, у тебя будет сценарий, он будет, в нем будет столько, сколько надо страниц, да, он будет правильной сценарной записью, написан так и так далее, да. И его можно будет снимать. Ну и, наконец, зеркальные нейроны. Да, то есть, когда вы делаете что-то, вы показываете людям пример тем самым. Да, и другие тоже хотят это делать. Да, то есть, когда покупаю я и рассказываю о том, что вот у меня там очередная учеба такая-то, такая-то, там-то, там-то, да, естественно, люди смотрят на это и говорят, о, какой интересной жизнью Молчанов живет, я тоже хочу. Да, очень просто, вход здесь, вот он, захочешь и живи такой же интересной жизнью. При этом, естественно, есть люди, которые не купили. И вот здесь начинается самое интересное. Потому что, почему не купили, неважно. Да, потому что, в случае, если купил, ты можешь анализировать это решение, да, оно принято. Да, ты фактически шаг сделал. А если ты не сделал шаг, ты сразу же начинаешь, ты всю свою энергию тратишь на то, чтобы рационализировать отказ от этого шага. Да, то есть, это не решение. Это отказ от решения. Да, условно говоря, самое простое. Да, не купил, потому что дорого, но убедил себя в том, что виноград зелен. Да, и дальше включается обесценивание. Да, начинаешь, люди начинают, не купил не потому, что у меня нет 10 тысяч, а потому, что у тебя курс херовый. Да, потому что мне голос твой не нравится, потому что то, что ты говоришь, мне не нравится. Потому что в моей нише это не подойдет и так далее, и так далее. Да, то есть, поэтому анализировать отказ от покупки не надо, потому что там всегда идет рационализация. Там всегда идет какое-то самоубеждение. Вот, анализировать нужно именно совершившиеся покупки. Насколько это понятно? То, что я сейчас сказал. Если понятно, напишите понятно. А если непонятно, то... Так, Ирина пишет. Нужно ли ждать на почту подтверждение, что я оплатила ВП? Да, конечно, там сразу же высылается подтверждение. Потому что, если не пришло сообщение, то, пожалуйста, напишите мне в аккаунте GetCourse. Напишите мне, и я проверю вашу почту. И, может, куда-то в спам попало и так далее. Я это все за каждым смотрю вручную, слежу, потому что это никому нельзя доверить. Вот, так что напишите. Или, если у вас почта на GMILE, то, скорее всего, улетела в спам. Потому что GMILE вообще не принимает с GMILE сложности. Так, хорошо. Соответственно, друзья мои, урок сегодня достаточно простой. И задание будет на месяц. С ВП мы уходим в этот самый, уходим в автономку. И первый урок на ВП у нас пройдет, сейчас я скажу, когда. У нас он пройдет послезавтра, в среду, по-моему, в 21 час. Да, в 21 час. Там тоже информация, информация вам всем, всем участникам будет разослана. И задание для тех, кто не купил ВП. Во-первых, здесь, в течение всего этого месяца, здесь остается, в закрепе останется вот этот эфир. И я вас попрошу, в любом случае, если вы хотите сохранять нашу связь и идти дальше, да, я на вас не буду обижаться, вы, мы все, мы с вами по-прежнему друзья. Пишите здесь подтверждение. Три подтверждения каждый день и в конце недели что изменилось. У нас на ВП мы там тоже будем писать подтверждения, но там постепенно будут там немножко другие задания. И подтверждения тоже мы немножко другие там будем писать, а потом вообще там будет другой. Там тоже будут ежедневные задания, ежедневные отчеты. И дополнительное задание, оно очень важное. И оно, его я советую делать и тем, кто не пойдет на ВП, и тем, кто пойдет на ВП тоже. В течение этого месяца. Такое дополнительное задание. Можете по нему не писать отчет. Это вам для того, чтобы вы, поскольку вы все время себя не сможете контролировать, но вы будете забывать об этом, но периодически вы будете об этом вспоминать. И делая каждую покупку в течение этого месяца, спрашивайте себя, что именно заставило вас купить именно это. Например, мы вчера с ребенком зашли в магазин, и он себе взял что-то, то другое, третье. И я себе тоже взял ириски Меллер. Я начал думать, а почему я взял именно их? Почему не бутылку воды, не яблоко, не еще что-то? Почему именно вот эти ириски Меллер? И я пришел к выводу, что для меня эти ириски, да, это просто некое воспоминание о том, как я их когда-то там 15 лет назад ел и запомнил, да, их вкус, ощущения, да, то есть плюс они еще там тактильно очень такие удобные, да, то есть их берешь, вот, да, то есть это тоже некое, не это самое, это не липкая хрень, которая в пальцах распадается, да, а их просто там удобно и приятно есть, да. И плюс это воспоминание о каких-то там пережитых, пережитых ощущениях в прошлом. Вот. И каждый раз, при каждой покупке, даже если это какая-то небольшая покупка, анализируйте, а что именно заставило вас купить именно это, а не что-то другое и вообще купить, да, то есть я мог бы и вообще не покупать эти ириски, например, но купил, да, а что меня заставило? То, что ребенок что-то купил, да, то есть вот он что-то купил, значит и я должен что-то с ним за компанию купить, да, то есть это такая покупка за компанию, то есть, соответственно, да, мы как понимаем, да, что если кто-то покупает, да, стоящий рядом с вами, то вам тоже захочется что-то купить. И это тоже можно использовать в своих продажах. И, соответственно, думайте о том, как вот эти, эту информацию, эти данные, которые вы будете собирать, как вы можете использовать в своих продажах. И в конце месяца мы с вами на эту тему поговорим. Я задам вам вопросы, а вы мне расскажете, что у вас происходило. Хорошо. Насколько понятно домашнее задание? Так, нет ли там третьего главного устройства? Да, естественно, да, но можно еще продавать, не продавая. Продажи без продаж. Алла пишет, что в 20.00. Сейчас я проверю, что-то я сомневался. Нет, 1 марта в 21.00 урок у меня стоит в расписании. Так, хорошо. Если есть какие-то вопросы, я готов на них отвечать. Ну, вроде, мне кажется, такой урок достаточно простой. Он фундаментальный, но он, мне кажется, да, достаточно простой. Все, друзья. Тогда мы с вами расходимся. С ВП увидимся. Анализ о покупках фиксирует здесь. Смотрите, я не буду настаивать на этом. Почему? Потому что у людей могут быть разное количество покупок. Кто-то, может быть, 10 покупок в день будет делать. Если вам будет удобнее фиксировать, писать здесь, можно писать здесь. То есть, я тоже все буду просматривать, естественно. Если вам сложно будет фиксировать, тут я не буду настаивать. То есть, достаточно будет, если вы просто для себя будете это все фиксировать. Поэтому, как будет вам удобней? Не буду в этом смысле наставить. Так, и всегда будет 21.00? Нет, там есть расписание уроков. Первый урок пройдет 1 марта в 21.00. Остальные уроки будут проходить по субботам в 12.00, по-моему, часов. Там непростое расписание. Потому что мне нужно развести с технологией бестселлера, которая будет проходить с 6.00 по 12.00. И там будет нахлест в один день технологии бестселлера и ВП. Поэтому посмотрите график. И я его буду, естественно, перед каждым занятием, я тоже буду анонсировать, присылать информацию вам на мейл. Хорошо. На этом я сегодня предлагаю разойтись. Большое вам спасибо. И увидимся послезавтра и через месяц. Пока-пока.